Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. 17 сентября в Московской Боткинской больнице на 60-м году жизни скончался Игорь Неупокоев, создатель театра простодушных, актер и режиссер. Игорь Неупокоев, актер по образованию, начинал учебу в школе-студии МХАТ, окончил в ГИК в 1984 году, снимался в кино, работал на сцене театра киноактера киностудии «Беларусьфильм». В 1999 году вместе с Ксенией Соколовской создал театр простодушных «Уникальный культурный феномен», по сути, единственный в нашей стране театр, где артистами являются люди с синдромом Дауна. Для начала нулевых это спонтанно возникшая история, ставшая делом жизни Игоря Неупокоева, была практически радикальной. При этом театр простодушных выполнял не только абстрактную или конкретную социальную миссию, но был значительным художественным театральным явлением. Самые известные работы Неупокоева и театра простодушных «Приходите завтра». Дебютная постановка нового театра по мотивам Гоголевской повести о капитане Копейкине «Бесовское действо», «Прение живота со смертью» по пьесе Алексея Ремезова. О Копейкине, в частности, в журнале «Театр». Номер 24-25 писала Мила Бредихина. Один из самых известных спектаклей театра, капитан Копейкин предложил, ни много ни мало, особое прочтение Гоголя. В многочисленных интервью режиссер подчеркивал, как важен ему акцент на Гоголевском, маленьком человеке, но сделал он гораздо больше. Он предъявил на сцене тот странный и необъяснимый, мистифицированный мир реалиста Гоголя, о котором с такой страстью писал Набоков. Великая литература идет по краю иррационального. Это создает ощущение чего-то смехотворного и в то же время нездешнего, постоянно таящегося где-то рядом, и тут уместно вспомнить, что разница между комической стороной вещей и их космической стороной зависит порой от одной свистящей согласной. Капитан Копейкин в инклюзивном театре Неупокоева был опробован и воспринят как специальная театральная эстетика, простодушная по форме и очень гоголевская по духу. «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!» – весело говорила со сцены Мария Нефедова, и невозможно было ей не поверить, как невозможно до сих пор забыть выражение вельможного значительного лица из спектакля. И это не стало просто использованием актерской фактуры, драматургии Гоголя как будто ждала подобного прочтения. Выпускник в ГИКа Игорь Неупокоев много сделал для своих актеров. Он понял, как научить их с особым строением гортани, готическим небом и прочими физиологическими особенностями, выразительно и внятно говорить со сцены. Он открыл им возможность проживать на сцене то, чего нельзя прожить нигде больше и без чего трудно потом жить. Отметим, что артисты театра простодушных известны и многим из тех, кто никогда не был на спектаклях театра. Именно эти простодушные актеры участвуют в финальном эпизоде «Идиотов» Кирилла Серебренникова на сцене Гоголь-центра. Для театра простодушных смерть его создателя фактически означает собственное исчезновение. Не только и не столько в силу организационных причин, сколько в силу исключительной роли, которую в этом авторском театре, построенном на межчеловеческом диалоге, играл его бессменный руководитель Игорь Неупокоев, давая театру возможность жить дальше. Актер-педагог, президент театра Ермоловой Владимир Андреев ушел из жизни 29 августа. 27 августа Владимир Андреев отметил свое 90-летие. Он родился в 1930 году в Москве. К поступлению в театральное учебное заведение готовился у актрисы Малого театра Рыжовой. В 1952 году окончил актерский факультет ГИТИСа, ныне Российский институт театрального искусства ГИТИС, Москва, Курс Лобанова и Гончарова. Среди учителей также была Вронская. В 1952-1970 годах актер, в 1970-1985 главный режиссер, в 1990-2012 художественный руководитель, с 2012 до конца жизни, президент Московского драматического театра имени Ермоловой. В 1985-1988 годах главный режиссер Малого театра. В 1988-1990 годах организатор, главный режиссер и художественный руководитель театра студии ТЕСТ, где среди других спектаклей поставил «Лев зимой» по пьесе Голдмина и исполнил в нем роль Генри II. Преподавал в Российском институте театрального искусства ГИТИСе, являлся художественным руководителем курса с 1972 года, был заведующим кафедрой актерского мастерства с 1978 года, являлся также профессором кафедры режиссуры. Его учениками были известные актеры Кристина Арбакайта, Виктор Евграфов, Николай Токарев, Елена Яковлева, Виктор Раков, Борис Миронов, Борис Дергун, Сергей Бирюлин, Арсений Ковальский, Анна Уколова, Евгений Коменькович и другие. Написал ряд статей по теории и практике актерского мастерства, очерки воспоминаний о творчестве, учителях, театре и кино. Являлся академиком Академии гуманитарных наук и действительным членом Международной академии театра. Был членом КПСС с 1962 года. Более 80 лет являлся болельщиком московского клуба «Спартак». Скончался 29 августа 2020 года на 91-м году жизни у себя на даче, спустя два дня после празднования своего юбилея. Прощание с Владимиром Андреевым состоялось в Москве, 2 сентября, в театре имени Ермоловой. Похоронен на Троекуровском кладбище. Первая жена, ученый-биолог. Дочь – Ольга Владимировна Басова, 1953 года рождения, преподаватель кафедры английского языка в МГИМО. Внучка Ксения Басова-Касаткина, 1983 года рождения. Артистка Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, правнук Иван. Вторая жена – Наталья Архангельская, актриса. Народная артистка РФ. Третья жена – Наталья Селезнева, актриса. Народная артистка РФ. Сын – Егор Владимирович Андреев, дипломат, историк, международник. Внуки – Алексей, Елизавета и Николай. 4 сентября Рамт сообщил трагическую новость. Ушел из жизни Владислав Любой, бывший директор этого театра, театральный менеджер и продюсер. Невероятно грустная новость. После долгой болезни ушел из жизни Владислав Любой, директор Рамта с 1998 по 2015 год. Говорится в сообщении Рамта. Владислав Викторович был глубоко профессиональным человеком, энергичным, увлеченным, обладающим тонкой интуицией и четким пониманием сложной системы управления репертуарным театром. Под его руководством в 2007 году театр выпустил грандиозную трилогию «Берег утопии». В 2010 году 13 премьер совершенно разных стилей и жанров. Он стал инициатором творческой лаборатории «Молодые режиссеры», детям, за идею и организацию которой был удостоен Международной театральной премии имени Станиславского в номинации «Театральное дело» и Всероссийского фестиваля «Колесо», который Рамт с 2009 года проводит совместно с Союзом театральных деятелей. «Наши соболезнования родным и близким. Помним. Скорбим. Светлая память». Владислав Любы окончил МГТУ Импни Баумана и Московскую международную школу бизнеса, после чего начал работать в театральной сфере. В течение нескольких лет принимал участие в подготовке и проведении национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». С 1998 года работал в Российском академическом молодежном театре «Рамт», а в 2000 году был директором театра. Участвовал в создании и проведении множества фестивалей и театральных программ, среди которых фестиваль «Лаборатория театров для детей и молодежи «Колесо» и Международный театральный молодежный фестиваль «Форум открытые двери». С 2008 года был координатором раздела «Драматические театры программы государственной и общественной поддержки театра для детей и подростков» под патронатом президента РФ. Лауреат Международной театральной премии имени Станиславского в номинации «Театральное дело» за идею и организацию творческой лаборатории «Молодые режиссеры детям». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова